Пустыня Сахара находится на севере Африки и занимает почти треть континента. Площадь ее 8,6 миллионов квадратных километров. По геологическим меркам пустыня образовалась сравнительно недавно. Еще 11 миллионов лет назад на ее месте плескалось море. 10-12 тысяч лет назад здесь была степь, но 5-7 тысяч лет назад случилась засуха и превратила территорию в песчано-каменистую пустыню. С точки зрения геологии в Сахаре много интересных и загадочных мест. Хотелось бы поговорить про два из них. Это Белая пустыня и пирамиды Плата Гизы. Обе эти достопримечательности находятся на территории Египта. В Национальный парк Белая пустыня можно добраться из Каира на автобусе, проехав вглубь Сахары около 500 километров. Белая пустыня – это небольшой участок, площадью примерно 300 квадратных километров, расположенный между оазисами Бахария и Фарафра. Она известна причудливыми карстовыми образованиями. Многочисленные белые скалы, похожие на каменные грибы, деревья, монументы разной формы, напоминающие купола, замки и минареты. Складывают такие ландшафты массивные меловые породы. Образовались они миллионы лет назад, когда здесь было море, и останки морских микроорганизмов оседали на дно. Со временем климат поменялся, в дело вступили ветер и песок, и за века придали толщам известняка столь причудливую форму. По большей части пустыня сложена рыхлыми меловыми породами, но есть отдельные места, где из них выросли кристаллические кальцитовые горы. Несмотря на суровые природные условия, а летом здесь температура воздуха достигает 60 градусов, даже здесь есть жизнь. Например, посреди каменного поля можно вдруг встретить в большое цветущее дерево мимозы и слетающихся к нему насекомых. А на выезде из белой пустыни встречается небольшой оазис с термами. Вокруг белой пустыни на многие сотни километров простирается черная пустыня. Она представляет собой огромные холмы, покрытые блестящей черно-бурой коркой, так называемый пустынный загар. Он состоит из оксидов железа, марганца, с примесью глины и кремнезиома. Толщина его не более 5 мм. Считается продуктом физического и химического выветривания. Его возникновение связывает с явлением попеременного увлажнения и высыхания горных пород при общем недостатке воды. Это вызывает активное движение воды по капиллярам из внутренних частей породы к поверхности. Обгоревшие скалы встречаются в пустынях по всему миру. Древние люди нередко использовали их для наскальной живописи. Ученые так до конца и не смогли объяснить образование пустынного загара. Например, концентрация марганца в нем в 50 раз и более выше, чем в окружающем ландшафте. С одной стороны, здесь могли принимать участие микроорганизмы. Но бактерии способны производить вещество гораздо быстрее, чем формируется загар пустыни. Всего лишь доли миллиметров за тысячу лет. Против биологического объяснения также то, что в веществе содержится слишком много кремниевой кислоты. Недавно выдвинули предположение, что это микроорганизмы с необычным типом биохимии. Возможно даже, что это жизнь на основе кремния, а не углерода. Еще одно очень интересное место в Египте это плата Гиза на окраине Каира с его великими пирамидами. Основным материалом, используемым при их постройке, был нумулитовый известняк. Нумулиты – это одноклеточные организмы отряда фораминифер. Когда речь заходит о простейших одноклеточных, нам представляется нечто невидимое невооруженным глазом. Однако же, обитавшие около 45 миллионов лет назад в морях нумулиты были настоящими гигантами. Их раковины могли достигать 16 сантиметров в диаметре. На присутствие в материалах пирамид остатков ракушек обратил внимание еще древнегреческий историк Геродот. И было это в V веке до н.э. Также ими заинтересовались религионеры Юлия Цезаря. Они предположили, что это бывшие монеты, которые окаменели. И действительно, известковые раковины нумулитов представляют собой спирально завитые плоские пластинки. Служили они в первую очередь для защиты организма. Кстати, нумулиты доживали до 100 лет и более. В век иоцена нумулиты накапливались в огромном количестве на дне древних морей. И сейчас гигантские толщины нумулитовых известняков можно встретить не только в районе долины Нила, но даже и в Гималаях, и в Альпах. Они показывают нам, что в сравнительно недавние геологические времена не существовало ни этих гор, ни пустыни, а на их месте разливалось море. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!